здравствуйте дорогие зрители сегодня выходит новый выпуск видео лекции видео мероприятий которые проводятся совместно с уральским журналом правовых исследований президент лоджорнл гостем сегодня является старший преподаватель кафедры корпоративно-предпринимательского трудового права ранхи x губе у татьяны юрина татьяна юрина также является федеральной судьей в отставке моим ведущим будет редактор уральского журнала правых исследований александр козырин и начать бы наше видео интервью хотелось бы с актуального вопроса связанного с эпидемией коронавируса и влиянием этой пандемии на трудовые отношения многие работодатели разорились и у многих сильно ухудшилось материальное положение но есть ли в трудовом праве какие-то конструкции как допустим в пункте 3 статьи 401 гк рф про форс-мажор которые могли бы легально позволить работодателям сделать отсрочку выплат или как вообще должна решаться эта ситуация в трудовом праве многие ведь рассчитывали на льготные кредиты чтобы погасить задолженности по зарплатам но между получением кредита и фактической выплатой работнику проходит достаточно большой срок вот в связи с этим вопрос как правильно с правовой точки зрения действовать сегодня работодателям которые попали вот в такую нелегкую финансовую ситуацию и которые должны выплатить работникам средний заработок хотя бы добрый вечер уважаемые участники данного обсуждения вопроса по трудовым направлению очень приятно вас приветствует и приятно что у меня пригласили на такое мероприятие я с удовольствием безусловно отвечу на все ваши вопросы которые будут по ходу беседы и безусловно начну с того вопроса который константин сейчас осветил ну хотелось бы первое что на что обратить внимание по трудовому направлению столь непростое время которое к сожалению возник у нас российской федерации нежданно-негаданно до который действительно никто запрогнозировать не мог и хотелось бы конечно обратить внимание тот факт что вопросы трудовых отношений с работниками в период пандемии естественно является один из самых острых да поскольку для любого человека вопрос работы заработка является очень важным и острым вопросом перед этим естественно а как перед работником так и перед работодателем стоит очень много дилемм начиная того продолжает ли работу в каком варианте продолжать переводить ли работников на дистанционную как быть работу на удаленку как сейчас говорят или дистанционно да как вообще выплачивать заработную плату безусловно здесь вопрос стоит бюджета каждой компании начиная от микро предприятий заканчивая естественно более крупных предприятий безусловно от этого зависит естественно финансовая сторона при этом конечно ответы на данные вопросы стоять несколько от воли и желаний работодателя сколько и безусловно также а политики государства которые очень я думаю что конечно понимает что что действительно ступили непростые времена и старается поддерживать как бизнес так государственной структуры безусловно работников до чтобы не было нарушений вправку и чтобы как-то в то ли я говорю повторюсь сложной установки сохранить баланс интересов и баланс интересов не только трудовых но и финансовых экономических и даст тесно связанных с ним отношений поэтому конечно здесь хотелось бы сказать так что первое что было рекомендовано безусловно по возможности переводить работников на удаленную систему если это допускает алиная профессия к счастью на сегодняшний день у нас трудовой кодекс регулирует данный вопрос это безусловно глава 49.1 трудового кодекса где хотя бы как то вот но это предусмотрено чтобы до вопрос технической возможности обеспечения работников работой до трудовой деятельностью было возможно реализовано кроме того сложилась очень положительная практика верховного суда как ты должно быть реализовано это уже не к счастью несколько вопросов было рассмотрено когда работники по аналогии осуществляет такую дистанционную работу как производят документы оборот да то есть это различные системы на платформе эти инфраструктуры безусловно до информационная система программное обеспечение позволяет на сегодняшний день это сделать и безусловно факт различных служебных вопросов связанных с дистанционной работы облегчает безусловно электронную переписку до дополнительно как бы помогает работнику осуществлять свою трудовую функцию безусловно это усиливает как бы до возможность работать вопрос 2 да как бы да здесь стоит таким образом как подальше ну когда работник невозможно перейти на удаленную систему что на удаленную работу как здесь делать к сожалению здесь иногда бывает когда работе работодатели часто как бы решают вопрос увольнять работника что там позову как-то принудительно да по собственному желанию либо сокращению штата сокращению штата здесь к счастью это невозможно провести поскольку там процедуры сложная там должно быть за два месяца увольнения работников предупреждения да то есть естественно здесь тоже процедура сложнейший чтобы не было учимления прав работников здесь к сожалению да вот к счастью как бы даты работников такой момент он не предусмотрен естественно здесь пытаются что делать когда здесь мы можем говорить о том что исключительно реализация указа президента которые у нас да были оглашены да как действовать каким образом до предприятия продолжает работу по вот этим рекомендациям которые были основные страны государства ну и безусловно здесь уже хотя и тем не менее всегда есть возможность четко определить как реализовывать до работа тем не менее все-таки всегда это можно безусловно каким-то образом современном мире это как бы обеспечить что касается кредитов да вот как бы когда работник действительно либо взял условно феврале месяца да вот кредит например по до рассчитывая на работу рассчитывая на заработок свой марте в апреле началась вот эта вся процедура естественно ничто не предвещало беды как все это случилось и что делать дальше когда работники все-таки вынуждают написать заявление по собственному желанию до либо вынуждает как-то уходить в отпуска без сохранения заработной платы здесь безусловно да здесь работнику предоставлена возможность урегулировать эти вопросы с банками и слава богу как я сказала уже до вопрос государственного регулирования данных проблем все-таки стояла на очень высоком уровне действительно как бы в принудительном порядке можно сказать да и это страна была защищена потому что действительно были и понижены ставки были возможность про как бы до продлины возможность не платить процентов потому что все понимали что действительно одно дело когда есть законодательная база но это же нужно еще реализовать жизни да и к сожалению иногда не всегда быстро это возможно переориентироваться поэтому я думаю что в общем то на сегодняшний день вопрос с кредитами возврата кредитов возможно все урегулировать и путем взаимных каких-то переговоров с клиентами с банками и безусловно все это я надеюсь что как бы будет страна разрешена в только положительную сторону и что касается форс-мажоров форс-мажорной ситуации однозначно здесь как бы сказать что это прям чисто форс-мажорной ситуации конечно с правой точки зрения нельзя но по и с другой стороны с правой точки зрения да это все отрегулировано и безусловно возможно это все решить в ином правовом поле который допускается также законодательно со стороны государства будет помощь должникам и безусловно в помощь тем лицам которые оказались действительно сложной финансовой ситуации и в рабочей обстановке сложные финансовые поэтому помощь конечно безусловно слава богу нас это на государственном уровне было разрешено поэтому здесь данный вопрос конечно все и всегда можно урегулировать и конечно как реализация работы реализация своих трудовых функций с получением заработной платы так и реализация как бы до вопросов по выплате кредитов и процентов по пониженным ставкам также либо освобождение от оплаты процентов вот конкретизирующий свой вопрос той части что между предоставлением кредита и фактической выплатой произойдет определенный разрыв это очевидно соответственно работодатели в полной мере будет все равно нести ответственность за просрочку по заработной плате безусловно да значит здесь мы говорим о том что как бы опять же на законодательном уровне вопрос не выплаты заработной платы у нас не стоит работодатели обязаны выплачивать установлены законом сроки их от этого никто не освобождал да ну мы говорим о том что если возможно одно дело когда в законе прописано будет вам нужно еще понимать как это реализуется в жизни до повторюсь то есть когда предприятие закрыто нет прибыли да нет денежных средств как бы когда это например малый или средний бизнес да когда нету постоянного финансирования каким образом здесь поступить да но здесь безусловно вот ну для работодателя здесь возникает и нету вот до получения именно финансового каких-то вот поток с которым бы работодатель опять уплатить денежные средства но здесь же опять здесь если взять взаимосвязь получение кредитов на выплаты денежных средств до на выплаты заработной платы и расчет здесь наверное нужно смотреть как будет на смотреть судебная практика если работ не производила деятельность до рабочего работодатель работник впоследствии обратился в суд с иском обзыскание зарплаты да вот в этот период здесь нужно смотреть в связи с чем возникла вот эта задержка по выплате заработной платы как какие меры работу работодатель предпринял до для того чтобы как бы выплатить эту зарплату с другой стороны если нет технической возможности выплатить эту зарплату работник может если свыше пятна мы с вами вспоминаем трудовой кодекс если зарплата не выплачивается свыше 15 дней работник вправе приостановить свою работу здесь по соглашению сторон можно даже этот вопрос добровольно урегулировать то есть если работник не начислить работодатель не может начислить заработную плату по соглашению сторон работник приостанавливает свою трудовую деятельность чтобы было как бы баланс интересов работник говорит хорошо я тогда приостанавливаю свою работу до тех пор пока вы не выплатите мне за должность по зарплате дальше работодатель может быть через действительно там кредитные отношения берет определенные суммы в банках, которые необходимо выплатить на заработную плату, предполагая, делая прогноз на будущее, что он может погасить потом кредиты перед банком, рассчитывается с работниками и в дальнейшем возобновляется как работа, так и, естественно, зарплата, безусловно, с какими-то компенсациями. Потому что одно дело проценты по кредиту, на которые можно льгодных, как говорится, в моментах погасить, а с другой стороны от зарплаты от нас работодатель никто не освобождал. И если он не выплачивает, то, безусловно, здесь проценты по зарплате будут начисляться, в отличие от процентов в банках. Поэтому здесь выгоднее работодателю, может быть, как-то решить на льгодных вопросах, взять какие-то кредитные вопросы, решить для того, чтобы погасить заработную плату и впоследствии, когда уже возвращаемся к нормальной обычной жизни, уже погасить задолженность перед банками, тем более, если льгодные возможности, предоставленные государством. То есть, поэтому здесь это всегда можно решить, и у вас такая возможность государству предоставлена, здесь, я думаю, что проблем нет никаких. То есть, бизнес есть бизнес, здесь уже, как бы, это всегда можно решить нормально, с хорошим просчетом, как бы, на каких условиях взять кредит, тем более, я говорю, есть государственная хорошая поддержка. Всегда все это регулируемо, решаемо. Главное, все не решать все с умом, да, и не упускать эту проблему, как бы, чтобы все своевременно было. Ну что же, можно отметить, наверное, что, ну, во всяком случае, работодатели на форс-мажор могут ссылаться в своих отношениях с банками. Конечно. А работники действительно, как более социально опекаемая группа населения, они должны. Да, они менее социально защищенные, действительно, и больше у них гарантий. И здесь самое главное, что хотелось бы порекомендовать, да, гражданам нашим, чтобы обязательно все-таки отношения были оформлены в рамках трудового поля, потому что хотелось бы обратить внимание, что если эти гарантии, они не касаются тех лиц, которые оформлены на основании гражданского права договора, здесь от этой дырят уже риск самого работника, потому что тогда никаких таких подобных обязательств у работодателя не возникает. Здесь, к сожалению, иногда работники сами рискуют, не оформляют трудовые отношения, говорят, ну, мы знаем, что по трудовому договору очень большое счисление, поэтому давайте вот мы с вами, либо там до сих пор, я знаю, что существуют неофициальные отношения, когда идет зарплата, к сожалению, неофициальная, поэтому здесь не должно, и люди должны это понимать. Одно дело риск получения больших денег, другое дело риск, когда у вас никаких отношений не оформлено, либо оформлено совершенно по-другому законодательству, тогда уже это риск работника остается, понимаете? То есть это надо понимать, у нас, к сожалению, иногда факт желания заработать деньги, оно больше идет в том ракурсе, чем желание грамотно оформить свои взаимоотношения, поэтому здесь уже хотелось бы рекомендовать, чтобы люди все-таки больше обращали внимание на оформление именно трудовых отношений, в противном случае такие гарантии нет, к сожалению. Более того, хотелось заметить, что наметилась практика перевода людей с трудовых договоров на договоры гражданского правового характера, в том числе и в госсекторе, и даже в отдельных государственных ведомствах уже такая практика активно внедряется, поэтому упрекать в этом только бизнес, без разницы, мы не можем. Да, однозначно. Но это, конечно, связано с тем, что как бы, да, когда люди и сами, но самозанятые, ГПХ-шные договоры, конечно, там это налогообложение, в первую очередь, это выгодно всем, да, то есть и как самим людям, так и юридическим лицам, поскольку дешевле обходится, скажем так, с экономической точки зрения. Ну тогда мы уже рискуем, либо мы идем на какие-то вот денежные товарно-денежные отношения, либо мы идем все-таки на больше гарантий каких-то, потому что здесь надо понимать, что нам важнее в итоге получить социальные гарантии, либо все-таки больше заработать деньги. Деньги, они имеют свойство, все равно они тратятся, поэтому очень быстро, к сожалению. Но поэтому здесь уже, а вот социальные гарантии, они приобретаются с годами, к сожалению, да, то же самое право на досрочную пенсию, право на какие-то выплаты, они только при определенном количестве трудовых, именно трудодней, да, чем в отличие от других. Поэтому здесь надо немножко, вот, я говорю, действительно, подойти с умом, что кому нужно. Поэтому вот здесь уже выбираем в зависимости от того выбора, спектра, который нам предоставляет государство путем реализации тех или иных законов. Собственно, тогда как раз в русле гарантии хотелось бы дальше пойти. Татьяна Юрьевна, дело в том, что есть же много типовых споров, которые связаны с увольнениями в случае ликвидации организации, сокращения штатов. Ну и вот, как сейчас упомянули еще одну категорию споров, это когда речь идет о фактически трудовых отношениях, но внешний договор как гражданско-правовой. В принципе, есть практика по данным спорам. Но вот наступила ситуация с эпидемией, когда все это обострилось, и многие люди, например, могли в начале 2019 года устроиться, и, собственно, у них фактически уже там какой-то, ну, стаж работы, это судя по регламенту, там, по регулярности, это трудовые отношения. Но по факту гражданско-правы. И вот хотелось бы спросить, а сейчас в таких спорах в их рассмотрении могут быть какие-то изменения, или это все так же будут споры о восстановлении на работе, ну и, соответственно, споры о переквалификации договоров? Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно очень интересный из области моей высшей профессиональной деятельности. Очень люблю на этот вопрос обсуждать, и, как бы, да, очень много что интересного хотелось бы рассказать. Здесь что можно отметить? Что практика, безусловно, судебная практика по спорам, трудовым спорам, она на сегодняшний день очень действительно обширна. И есть, естественно, хотелось бы отметить, что есть статистика, когда, например, там, ну, хотя с другой стороны, по статистике трудовых споров немножко снижается, да, по статистике управления судебного департамента. И можно сказать о том, что, ну, могу привести такие цифры, что в 2019 году суды общей резиденции рассмотрели 19,6 миллионов гражданских дел. Рост этого показателя на 13% ушел по сравнению с 2018 годом. И с другой стороны, это общее количество, но при этом сократилось количество трудовых дел. Да, здесь вот как бы, ну, самая банальная здесь спора и, безусловно, здесь это заработная плата. И остальное это вопрос, естественно, восстановления на работе. Да, как бы вторая категория дел, которая идет именно в восстановлении на работе. С чем связаны такие требования? Первое мы говорим по общим правилам. Когда человека увольняют, какие основные проблемные вопросы? Когда работодатель не соблюдает процедуру увольнения. Чисто процедурные моменты. К счастью, наверное, работодатели, к несчастью работников, процедуру с каждым годом работодатели стали очень внимательнее к процедуре увольнения. И здесь уже, как бы, действительно, именно процедурные моменты, они стали, вот, именно, если мы говорим в процентном соотношении, по процедурным моментам, с каждым годом все меньше и меньше таких категорий, когда именно нарушение со стороны работодателя идет. Вопрос, значит, когда, почему все-таки, как бы, работники восстанавливаются? Ну, бывает так, что действительно увольнение происходит в силу какого-то единовременного конфликта, да? Если мы, либо там кто-то, там работник поругался с начальником, все, написал заявление, ушел. Говорить про сокращение, например, штата, либо про, когда идет ликвидация предприятия, более тяжелые основания, да, которые идут, увольнения. Здесь самые яркие такие моменты, когда, например, отсутствие уведомления надлежащего работника, либо отсутствие, там, каких-то предложений на другую должность. То есть здесь вот эти какие-то они моменты до сих пор еще, к сожалению, есть со стороны работодателя, которые иногда нарушаются. Расторжение трудового договора, оно на сегодняшний день регулируется 13-й статьей Трудового кодекса по общим правилам. Каких-либо особенностей увольнения работника в период пандемии, да, скажем так, в связи с, вот там, что работник отказывается от выполнения своих обязанностей, еще что-то. Здесь как таковых нет особенностей, на что именно, там, да, применить в хорс-мажорах. Здесь мы берем общие правила. То есть, ну, например, человека перевели на удаленку, да, на удаленную систему в связи со сложившимися обстоятельствами. А человек отказывается выполнять свою трудовую функцию, да, здесь либо сотрудник отказывается переходить на удаленку, либо, например, говорит, что я не буду ничего делать. Вот здесь мы уже тогда можем говорить, да, что при общей политике, да, как бы защиты все-таки прав работника, насколько эта мера, она является вынужденной здесь, она идет в целях защиты работника, и отказ от выполнения трудовых функций можно расценить как нарушение работников своих непосредственных обязанностей. Поэтому здесь работнику, конечно, целесообразнее сохранить работу и зарплату, да, то есть, прежде чем, ну, начинать, там, говорить о том, что нет, я хочу выходить на работу, да, и выполнять свою работу на конкретном, если по закону у нас все учреждения прекратили свою деятельность, мы не можем, как бы, да, вот, по силу определенных причин, которые установлены законодательно, выполнять эту ту или иную работу напрямую. Поэтому здесь исключительно только вопрос с учетом характера, вот, вот, обстановки и как работник выполняет свою работу. Вот здесь тогда уже, как бы, в совокупности, но все равно в любом случае практика, она имеет место быть, и каким образом, как бы, да, работник взаимодействует с работодателем, и идет ли нарушение, как бы, да, работника своих прав именно по трудовой дисциплине. Потому что если с него обязанности не снимали, он, его работа не приостановлена, есть возможность дистанционно работать, а он от этого отказывается, то здесь мы говорим уже нарушение, конечно, работника своих трудовых прав, но это также все прописано в законе, и здесь, конечно, вот, я говорю, здесь это идет в обычном режиме. Поэтому, конечно, здесь вопрос практики такой вот, который, как бы, здесь, и самое интересное, опять же, повторюсь, и если, вот, например, если это касается обычных трудовых отношений, вот здесь мы берем, исходим с трудового кодекса, есть такие профессии, когда в области туризма, да, транспорта, гостиничный бизнес, который пострадал, ресторанный бизнес, там, бьюти-индустрия, да, вот как здесь, да, говорить, здесь просто, если это невозможно выполнить на каким-то другим способом, работники просто приостанавливают свою работу, и вопрос, как бы, да, невыполнение функций, когда идет прямой запрет на выполнение функций со стороны государства, здесь никаких нарушений не будет. Поэтому здесь, и, ну, к сожалению, здесь, опять же, вот в этих областях чаще всего, к сожалению, работники работают не на трудовых договорах, а на ГПХшных, поэтому там вот это 99% уподавляющее большинство. Я не думаю, что в ресторанном бизнесе официанты работают по трудовым договорам, это минимальный процент, да, то есть, либо тот же салон и красоты, тоже минимальный процент, который работает на трудовых договорах, тот же туризм, как правило, это там, туризм, это все индивидуальные предприниматели, и так же у них там все на ГПХшных договорах, понимаете, либо через аутсорс, понимаете, то здесь уже, как бы, вопрос трудовых отношений, он не стоит. Что касается фактических отношений, да, переквалификация гражданско-правовых договоров, трудовые, то здесь эти случаи бывают на практике, безусловно, да, когда человек, ну, например, в марте был допущен к работе, началась работа, не успели оформить, да, то есть, ну, может быть такое, функция он выполнял, и дальше все суды сейчас работали, а работник дальше продолжает отказываться от выполнения работы, ничего не заплатил, да, прошло вот эти, например, с марта, 1 марта пришел на работу, его не оформили, пришла пандемия, дальше человек работал на удаленке, например, два месяца, а потом ему сказали в мае месяце или в июне, до свидания, да, мы с тобой никаких отношений оформлять не будем, иди ничего не заплатим. Здесь работник может смело, как бы, да, обратиться в суд, сказать, что эти два месяца и работу взаимодействовал с предполагаемым работником, меня, как бы, к сожалению, да, обманули, и можно, как бы, сказать, что он действительно фактический допуск. Переклификация ГПХ-шных договоров имеет место быть, но в более редкой случае, но здесь надо смотреть в каждом конкретном случае, как работник выполнял свою функцию. Был ли прописан все-таки ближе к режиму рабочего времени? Бывает, что в ГПХ-шных договорах пишут, что, да, человек должен выходить на рабочее место с 9 до 18, это чистый трудовой характер, а если это, говорим, что об оказании услуг, то тогда это ГПХ-шный договор, и здесь переклификация не будет. Здесь нужно смотреть в конкретных ситуациях, в каждом индивидуальном случае. Ну что ж, это во всяком случае внушает надежду, что сохранится практика по переквалификации, по тому, что происходит, когда работник все-таки выходил на работу в это время. Может быть, стоит добавить для зрителей, что буквально сегодня появилось сообщение в СМИ о новом законопроекте, согласно которому в случае ликвидации предприятий будут предусматриваться более гарантированная возможность получить выплату за период безработицы. То есть, видимо, законодатель еще пытается заполнить пробелы в тех ситуациях, когда организация могла ликвидироваться раньше, чем он начал получать это пособие. Это внушает оптимизм. Ну, здесь, да, да, здесь я надеюсь, что действительно эта тенденция пойдет полностью, согласна, да, с вами, потому что здесь действительно, когда у СМИ возникла пандемия, работники, работодатели начали метаться, что делать, да, и здесь получается быстрее нужно было принимать решение иногда неправильное по отношению действительно к более слабой стороне работников, поэтому здесь надеюсь, что действительно справедливость будет установлена. А работники только потом начинают, подпишут в начале договора, а потом задним числом подумают, ой, а мне же там, да, гарантии я же потом лишаюсь. Ну, здесь, надеюсь, действительно это потом будет справедливость установлена в судебном порядке. Многие за время пандемии смогли на себе ощутить режим удаленной работы, и некоторых после снятия ограничений оставили на удаленной работе, и поэтому хотелось бы задать логичный вопрос, как можно контролировать, да, соблюдение прав работника, права работника на условия труда должное, да, когда он работает из дома, то есть правильно ли оборудовано у него рабочее место, компенсируется ли ему содержание оборудования, поскольку он заступает и уходит со своей работы, да, то есть у многих ведь нормированный рабочий день превратился в ненормированный, а оплата труда сохранилась как занормированный рабочий день, вот, поэтому мне бы хотелось спросить, как можно фиксировать, контролировать вот эти вот метаморфозы. Здесь я могу пояснить, Константин, спасибо за вопрос, тоже есть такие уже действительно ситуации, когда, поскольку, как бы, с учетом вот перехода на удаленку, действительно, и с учетом того, что сейчас интернет везде всем доступен, у всех есть почтовые, да, ящики, в общем-то здесь можно этот вопрос урегулировать, причем подписание дополнительного соглашения, да, ну, каким образом регулируется рабочее время, сохранив прежний рабочий режим, скажем так, с 9 до 18, там, ну, берем общую, да, 40-го часовой неделю, да, либо иной режим, который вот устраивает работников, потому что действительно здесь непонятно иногда работник может, работодатель может позвонить там в выходные, либо там в 26-м срочно мне там напиши такое-то письмо, что вот это вот ликвидировать, как бы, да, необходимо как-то действительно, чтобы работник потребовал какого-то дополнительного соглашения в целях оптимизации своей работы, и понимать, когда ему сидеть в компьютер, когда он может отойти и просто прогуляться. Поэтому здесь, безусловно, вопрос режима рабочего времени, повторюсь, это как через заключение дополнительного соглашения. Вопрос компенсации расходов на интернет, на компьютерные, да, техники, это, опять же, все делается по регулированию между работником и работодателем, если это расходы на интернет, если это не, как бы, какие-то, да, вот там лимитные, безлимитные расходы. Здесь это предъявляется работникам всех платежной квитанции, по заявлению также, да, направляется работодателю, и по соглашению либо это оплачивается, либо нет. Что делать, если работодатель отказывает в оплате, да, но здесь, я думаю, что в судебном порядке это можно вопрос также решить, но все зависит, конечно, от конкретных случаев. Здесь сложно прогнозировать, как это будет предоставлено, какие финансовые документы работникам будут предоставлены. У нас же бывает тоже, ну, и без этого, когда люди хотят там что-то, ну, еще там, как вы знаете, в аптеке лишних чеки, да, положить, набрать и потом еще что-то дополнительно взыскать с работодателем. Здесь мы смотрим в каждом конкретном случае, что предъявляет ко взысканию работник. Поэтому здесь мы говорим, потому что, с другой стороны, сложность вызовет, ну, например, я в работе использую личный компьютер. Учитывается ли износ этого компьютера, да, ноутбука, учитывается ли какие-то вот иные факторы, да, как вычленить, что я пользовался интернетом в рабочее время, либо еще дополнительно, потому что интернет же он плачет не поминутно, как правило, да, а, например, как правило, за какое-то большее время. Как вычленить ту долю пропорций, сколько я работала именно в интернетной линии и сколько должен возместить работодатель при этом случае, да, при таких обстоятельствах. Конечно, это все, безусловно, я надеюсь, что Верховный суд, конечно, такие моменты, я думаю, что такие споры будут, вот, после, да, такой обстановки. Верховный суд даст соответствующее разъяснение, и, надеюсь, что все, конечно, это будет складываться из обзора нескольких дел по таким, да, категориям. И, безусловно, конечно, какая-то компенсация будет. А дальше уже, как бы, ну, на первом этапе это будет по соглашению работодателей. Я думаю, что, по соглашению между работником и работодателем, я думаю, что, как бы, если все-таки работник является достаточно ценным, его ценят на работе, уважают, да, по-хорошему всегда можно договориться. Я думаю, что какую-то компенсацию работодатель, если он считает, что для него этот работник важен, на какую-то сумму всегда можно договориться, да. А если у работника цель лишь только, вы знаете, заполучить огромные деньги, ну, тогда здесь это просто на таком работнику, в принципе, тогда он просто лишится работы, смысл такой, да. Как бы, я думаю, что здесь всегда нужно на первом этапе искать компромисс, а дальше уже судебная практика уже, надеюсь, она будет нарабатываться, и уже, безусловно, данный вопрос будет только исключительно из представления доказательств, да. Какие доказательства состязательность никто не отменял, как работник предоставит доказать, так оно и будет, да, безусловно. Оценка доказательств, она идет по 57 ГПК, и, безусловно, суд будет это учитывать, принимать его внимание, если вопрос их не дойдет до суда. Вот, поэтому здесь уже практика, я думаю, что она будет в каждом конкретном случае индивидуально компенсироваться, а так все только по соглашению сторон делается, в добровольном порядке. Проблема, единственная, на мой взгляд, заключается в том, что на вот эти доп. соглашения работодатели не очень-то и охотно идут, потому что они, как правило, в пользу работника и только работника. Да, всегда, потому что у работы дать цель поменьше заплатить, у работника побольше получить, а? Возможности трудящегося не могут быть, да, и поэтому здесь, а тем более, если с учетом мы можем говорить, что у всех работников есть какие-то кредитные обязательства, они как бы за заодно захотят побольше, еще что-то вот, да, и здесь плюсиком, и там добавить, и тут почему бы нет, но вопрос действительно достичь определенного соглашения, всегда согласна абсолютно, что как бы всегда действительно будет проблемно, ну, во многих случаях, да, ну, если с другой стороны, как бы всегда можно, я всегда надеюсь на лучшее, что все-таки оптимизация договоренностей будет все-таки максимально достигаться между работниками и работодательствами в непростое нынешнее время. Да, очень хотелось бы надеяться именно на это, но тогда, собственно, логичен наш следующий вопрос, немножечко более абстрактный, чем то, что обсуждалось по поводу подходов практики, соглашений. Вот в целом ведь в российском законодательстве достаточно подробная, системная совокупность механизмов защиты трудовых прав во многом от советского наследия, то есть еще даже некоторые пленумы и акты до сих пор применяются, на них делают сути сейчас, ну, и законодатель тоже работал сейчас хорошо во многом. Однако, тем не менее, как уже даже вот в сегодняшнем обсуждении нами было упомянуто, граждане очень часто предпочитают ГПХ и особо не реализуют трудовые права. А в чем, наверное, такая социальная причина? Вот в желании сэкономить, как вы сказали, или есть какие-то более значимые причины? Вы знаете, наверное, все-таки, да, для работодателя это желание, наверное, упростить систему документа оборота, оформления и предоставления гарантий, наверное, работникам. У работников есть желание больше получить денежных средств, да, поэтому здесь как будто именно экономическая составляющая в большей степени, вот, потому что работодатель понимает, что, как бы, если вот в оформлении трудовые отношения, потому что, я могу сказать так, действительно, в советское время ранее действующий ГЗУ, да, Трудовой кодекс, ну, ГЗУ, да, Кодекс законов о труде, он действительно был, достаточно, действительно, машина очень сильная была, механизм работы, да, и, в общем-то, гражданского договоров практически такой, ну, как бы, да, больше трудовые были отношения в большей степени, да, ныне действующий Трудовой кодекс, он еще больше усилил, да, ответственность работодателей, еще больше усилил гарантию, как бы, да, работников в трудовых отношениях, и поэтому, конечно, я помню те то время, когда Трудовой кодекс был введен в действие, очень многие работодатели, но, можно сказать, взвыли, почему вы нас, почему так на законодательном уровне нас, как бы, да, вот, обижаете, что нам так много нам вменили в обязанности, поэтому я думаю, что действительно Трудовой кодекс, он сейчас очень сильно стоит на правах работников, но, при этом, при всем, работники, они действительно желают на сегодняшний день, где-то, понимаете, есть иногда требования к определенным профессиям, это стаж, это, например, отсутствие судимости, да, это наличие каких-то определенных профессиональных документов, когда у работника этого нет, да, но он хочет зарабатывать деньги, но, к сожалению, здесь надо тоже выступать недобросовестность работодателей, это, например, очень часто, да, вот в ЖКХ, например, в системе, когда оформляют одних людей, либо вообще не оформляют тех людей, которые не имеют права работать, да, но допускают их к работе без оформления надлежащим образом трудовых отношений, что не должно быть, безусловно, просто именно упрощение, именно вот в взаимоотношении, как для работы отдателя, так и для работника, понимаете, к сожалению, этот фактор присутствует, действительно, вот, просто как упрощение и каких-то вот экономической составляющие, вот только так, я вижу, что как бы именно документально, чтобы было проще и как бы с деньгами. Вы знаете, продолжить хотелось бы эту триаду, сегодня очень многие компании, паразитируя на студентах и выпускниках, собственно, тоже приглашают на всеразличные бесплатные стажировки, практики и так далее. Ну, вот, например, когда я был во Франции, мне сказали, что да, они обязательно проходят все различные практики во время учебы, но каждая из этих практик, она оплачивается, потому что считается, что если практика не оплачивается, то это эксплуатация труда, то есть бесплатная. Соответственно, да, это нарушает права человека. Вот у нас, не будут даже называть юридические фирмы, которые тоже этим не брезгуют, то есть сложилась уже целая система по бесплатной рабочей силе, которая вот якобы за опыт, за какие-то там умственные, творческие иные развития потенции принимается вместо вознаграждения за труд, да, денежном эквиваленте. Вот вопрос в связи с этим такой, как вы считаете, вообще должна ли существовать такая форма, да, эксплуатации человека, когда ему, по сути, дело, да, ему ничего не предоставляется взамен, кроме как опыта, но опыт предоставляется и на оплачиваемой работе, и при предоставлении услуг. Абсолютно согласна с вами, да, потому что действительно для многих организаций, особенно для государственных структур, действительно, да и даже для коммерческих, я повторюсь, что действительно студенты являются бесплатной рабочей силой. Как бы поэтому в какую бы организацию студенты не пришли, мы, конечно, всегда очень им рады, и всегда стараемся на них, мол, мол, вы студенты и учитесь, а платите вам так, да, стипендия, а вы его набираетесь навыков. Но здесь, к сожалению, действительно это вопрос немножко такого провоощения, я считаю, ну, как бы, да, действительно, как бы, ну, с одной стороны, с моральной точки зрения, я считаю, это, конечно, не совсем правильно, вот, потому что, конечно, к студентам у нас относятся как, ну, мы говорим, что вы еще не профессионал, недопрофессионалы, вы еще, как бы, да, скажем так, только учитесь действительно, набираетесь опыта, вот вам как бы кучка дел, пишите там, выписывайте там документы какие-то, да, сшивайте документы, идите в архив, работаете, да, то есть, в общем, как-то так, вот, ну, наверное, это должно быть в большей степени, я думаю, действительно, обращено как-то внимание на именно действительно официальной стажировки, чтобы это было хоть какая-то, ну, день, небольшая денежная компенсация для, потому что нас, я напомню, что студенты, если приходят на практику, они отвергают полный рабочий день с 9 до 8, ну, если берем обычный с 9 до 18, то есть, это фактически, ну, как бы, полноценный рабочий день, и поэтому, безусловно, такая компенсация должна быть. Отношение, ну, к сожалению, действительно отношение на сегодняшний день такое, поэтому это и есть, действительно, этот факт, и я думаю, что это надо как-то, чтобы во многих организациях это упразднять, такое отношение. Вы знаете, я хотел бы, кстати, заметить, что, несмотря на принудительный призыв в армию, тем не менее, солдатам-срочникам все же выдают карточки, да, и платят, пусть это какие-то небольшие деньги, условно, 2,5 тысячи рублей, но, как говорят сами солдаты, хотя бы это, хотя бы это, а тут вообще ничего. Да, ну, здесь, единственное, что здесь зависит, наверное, больше от добросовестности, смотря куда они попадут. Здесь, если, например, попадает в какую-то вот фирму, где там к хорошему, хороший начальник, но он может там как-то его, может быть там, ну, не знаю, из какого-то премиального фонда что-то выписать из личных средств, как-то компенсировать, но на это просто как бы устроиться на каких-то добрых человеческих отношениях. Хотя, конечно, вот я говорю, здесь надо это все-таки в большей степени отрегулировать на законодательном уровне. В России еще, наверное, стоит отметить, переживают кризисы стипендия вообще как институт, потому что когда не спросишь коллег-студентов, все время оказывается, что не то что размером рота, а даже, ну, существенно ниже. И вроде предполагается, что на это можно проехать, пожить, а нет, не получается. Вы знаете, я хотел бы, вот я, кстати, подготовила некую презентацию, если с вашего разрешения, да, покажу. Да, конечно. Вот по студенческому, как бы, да, вопросам. Сейчас вот прям пару минут, и как бы, да, хотелось бы вот подключиться, сейчас, секунду. Ну, вот как вы видите, да, на студенческие стипендии, видно, да, с экрана? Да, да. Вот у нас на сегодняшний день существует три основные стипендии, да, которые чаще всего встречаются. Это минимальная, социальная, аспиранская, да, размеры вы их видите на экране, да, на которой у нас, к сожалению, действительно минимальная, это 1633, социальная, это 2,452, и аспиранская, это 320 рублей, что это на вот учебный год 19-20. По закону у нас уже сформированный бюджет на 20, на учебные года 2020-2021 учебные года, где будет, конечно, повышение стипендий обязательно на 4%. Ну, в любом случае, как бы здесь у нас, мы можем говорить, что кроме вот этих трех, да, минимальных стипендий, у нас существует такой вопрос, как стипендия президента, которая будет реализовываться, да, вот в 2020-2021 годах, которая имеет особую выплату и которая распространяется на студентов очных отделений, и, конечно, здесь есть несколько условий, которые получают ограниченное число студентов, и, естественно, безусловно, они имеют немножко более высокую, как бы, стипендию, чем остальные. Есть, конечно, безусловно, какие-то правительственные стипендии, которые как-то идут на более высоких условиях, но это надо, как говорится, заслужить. Другой вопрос, когда вот у нас действительно с учетом таких минимальных стипендий, есть такой момент, когда студенты совмещают работу с учебой, это 67% респондентов, которые опрашивали, и которые у нас, получается, работают на полный рабочий день, да, то есть 27 часов с учетом учебы у нас получается 40-часовой рабочий день, то есть 70% работающих студентов у нас-то по таким образом работают. И из опрошенных, да, респондентов у нас, как вы видите, 54% безусловно работают для удовлетворения финансовых нужд, и всего лишь 28% студентов работают всего лишь для опыта. И, к сожалению, вот из всех лиц опрошенных 60% устроились не по специальности, которые, да, вот, а исключительно, да, лишь бы только подзаработать денежные, ну, заработать финансовые, как бы, да, получить финансовые потоки. И чтобы понимать, как бы, да, все-таки тоже опрашивали также компании, да, все-таки кого компании, как оценивают. Здесь мы говорим о том, что когда уже человек является выпускником, наличие профессионального опыта оценивают 42% из 5 респондентов, наличие диплома высшем образовании, да, как бы, здесь требует 3,3% из 5, да, вот опрошенных, да, как получается по общей цифре. И наличие любого опыта выпускников здесь оценивается 3,1%. То есть здесь, как бы, у нас будущие, как бы, работодатели, естественно, как бы, очень положительно относятся к тому, что студенты все-таки работают, как бы, да, но с другой стороны, наличие не просто опыта работы, да, который, как вы видите, 3,1%, но все-таки 4,2% наличия профессионального опыта, к сожалению, что идет в пропорции ниже, когда студенты просто работают, да, 60% не по специальности. Но здесь вот этот момент нужно на будущее учитывать, все-таки больше каким-то образом проходить на практикоориентированность, да, как бы, чтобы в период именно учебы студентов они именно получали профессиональные знания на именно вот из, сейчас в вузах идет больше практикоориентированный состав ППС подбирают, да, для преподавательского состава, чтобы все-таки действительно студентов заинтересованность именно в профессиональном опыте, поскольку действительно предполагаемые работодатели на это шли, и здесь, безусловно, мы говорим о том, что, как бы, с другой стороны, что оценивать самые выпускники, для них все-таки, опять же, в привилегиях больше идет 67% это зарплата, да, в первую очередь, с другой стороны, 58% исходит из стабильности, и 48%, конечно, все-таки желают иметь хороший коллектив, да, безусловно, поэтому здесь, конечно, вот эти моменты, они являются важными при, как бы, да, выбере, при выборе работы, и, конечно, здесь, как бы, опять же, хочу повториться, что в вузах сейчас вот этот вопрос очень, он действительно стал очень важен на высоком уровне, потому что уже, знаю вот эту статистику, уже в вузах действительно повторюсь, когда все-таки студентов стараются не только именно как практику, да, как бесплатную рабочую силу направлять студентов, понимая, что им нужно все-таки заработать деньги, да, но все-таки, когда при выпуске от работодателей идет больше потребность в профессиональных кадрах, да, поэтому сейчас больше уклон идет, чтобы все-таки ребята шли на именно профессиональную, да, при таком... по работу во время учебы, вот хотелось сказать, точнее, спросить, как вы считаете, вот сегодня у нас за вузами закреплено право, но не обязанность переводить студентов на свободную форму посещения занятий в случае, если они работают по специальности, да, по которой они учатся. Соответственно, везде требуют опыт уже после окончания университета, при этом при отсутствии посещаемости занятий во многих университетах довольно-таки консервативная к этому вопросу политика и, соответственно, студентов могут либо вовсе не допустить до сдачи сессии, либо же могут возникнуть проблемы с конкретным преподавателем, для которого важна посещаемость. Так вот, как вы думаете, не стоит ли закрепить именно обязанность университета в случае занятия трудовой деятельностью по своей специальности для студентов, чтобы им давали свободную форму посещения, как гарантию? Вот, Константин, знаете, я здесь, наверное, с вами соглашусь, но здесь, понимаете, есть двоякая позиция. Я знаю, например, действительно по студентам, которые здесь надо, наверное, смотреть в совокупности, решать, наверное, от общего к частному, потому что здесь бывает, к сожалению, когда и студенты сами злоупотребляют этим, да, на свободное посещение официально никуда не оформляюсь, но при этом просят свободное посещение, да, что вот я там подрабатываю, официально нигде не устроился, да, то есть вот как бы, когда такие вот идут факторы, да, то здесь надо это всегда либо в любом случае оговорить, а если это в правилах, да, как бы как-то вот, ну, либо чтобы это на вузах было все-таки на локальном уровне предусмотрено, да, при каких случаях все-таки студенту предоставлять индивидуальное образование, индивидуальный график. Потому что я считаю, что, например, вот ко мне действительно очень многие студенты обращались, как вот этот график получить, ну, я, например, знаю, что студент действительно очень высокого уровня, учится прекрасно, да, то есть ему учится, пошел работать на государственную службу, то есть и такая работа официально пошла, там пошел студент работать на государственную службу и такой опыт по трудовой книжке, все оформлено, да, то есть здесь опыт работы будет только в плюс, да, этому человеку образование, то есть нет смысла, чтобы он просиживал, просто, ну, брал присутствием, да, студент, как бы здесь смысла нет. Когда человек очень много действительно успевает, и я знаю таких студентов, которые действительно, ну, во многом даже могу сказать универсальный, действительно использую свои молодые годы во многих направлениях и удачно используют. Поэтому вот когда такие показатели, когда действительно много положительных отзывов, когда положительный отзыв от страны преподавателей от большинства, да, когда положительная успеваемость в большинстве случаев, да, и действительно, когда все-таки студент идет на работу официально, да, по профилю образованию, например, там юридическом да вот у пульте учиться он идет там работать в какой-то ну понятно что сразу его юристу никто не возьмет но хотя бы понятно какой-то госструктуру ну как-то хотя понятно что на высокие должности не возьмут но понятно что там с перспективой работы вот в таких случаях безусловно я думаю что надо вот как-то прописать когда есть определенные критерии до когда академия до без вариантов как бы имеет право на 99 процентов предоставить такое дебюдальное обучение а когда у студента идет очень среднее образование очень как бы да вот когда он не успевает да то есть по человеку всегда видно даже по молодому успеет может ли он получите образование работать и когда-либо там когда студентам например не оформлен нигде а просто там как-то вот работает непонятно в какой системе в какой сфере каким-то образом непонятно как трудоуству как бы вот трудоустроен вот здесь конечно говорить о том что академия должна предоставлять индивидуальный график но здесь наверное вряд ли придется поэтому я думаю что при определении каких-то нормальных сильных критериев я думаю что здесь уже как бы можно прописать и определить четко эти критерии тогда академии конечно безусловно будет предоставлять а когда понимаете за мной всегда и но с другой стороны вузы всегда зная студентов своих то и даже если это не не только жестких критериев всегда как правило вузов знает студентов понимаете знаю спала если положительный студент в большинстве случаев все равно идут навстречу понимаете то есть вот но как бы всегда при да и если это действительно норм с другой стороны все таки прописывать нужно но это только на уровне локальных атак чтобы не было злоупотребление со стороны такой у смотринической знаете здесь дам дMax не давно индивидуальные принчетки бывает что иногда к сожалению тоже достигнут этот смотринческий вопрос иногда тоже несправедлив поймать иногда бывает как бы все-таки при неравнов плотчик как бы да иногда даже к сожалению нормальные студенты нормальным не предоставляется такой график а тогда когда предоставляется такой график людям которые не очень засну и заслуживают это поэтому здесь нужно только четко установление таких критериев на локальном уровне тогда это будет уже более четко и понятно когда тот или иной вуз будет вопрос решать на нормальном уровне наверное хотелось бы добавить почему это все-таки должно но может быть быть не исключением но заслуживаться студентами и студенту тогда это будет стимуляция самого студента если действительно у него на универсальные знания если видно по нему что он действительно самое ближе к универсальности если живой ум до хорошая память если он умеет договариваться как говорится да вот с преподавательности не то что в смысле да вот умеет в плохом негативном смысле но если понятно что у человека есть определенные знания да ну вот здесь можно понимать что когда этот человек справится да и с одновременной работой и с учебой и то есть были случаи когда действительно человек и работал и на занятии приходил на экзамене прекрасно отвечал примете я всегда говорю оценивают исключительно вот как бы да когда уже по факту потому что все равно иногда и чаще всего бывает когда студент каждую там занятие приходит каждую легче семинар а толку 0 понимаете такое что же бывает поэтому действие это вот нужно смотреть действительно индивидуально просто в целом чтобы это не было слишком не то что слишком доступно это не было легко и формально может здесь формально нельзя подходить безусловно здесь надо сходить совокупности из понимания дистанции с фактически совокупности всех факторов иначе разложится дисциплина однозначно да дисциплина действительно здесь как бы да к работе к студентов это очень кстати когда работа человек работает он уже 10 начинается дисциплине это дисциплина определенная если у студентов нет дисциплины в вузе то у него не будет в работе этой дисциплины понимаете поэтому здесь уже но когда-то надо ее будет вырабатывать поэтому здесь нужно чтобы это было татьяна юрьевна сейчас хотелось бы перейти к еще одной теме которую мы подготовили проблема профсоюзов дело в том что несмотря на принципе регламентацию профсоюзов их деятельности которая есть в трудовом законодательстве тем не менее на практике сейчас в россии они не особо активно используются хотя те же самые профсоюзы даже ну мы это наверное обсудим в следующем разделе нашей беседы но профсоюзы могли бы быть например с сами по групповым искам помимо всего прочего то есть инструмент мощный но он не работает и в принципе можно заметить что и в более мощных экономиках чем россия то есть но в сша во франции тоже особенно сейчас когда наступил коронавирус появилось очень много случаев когда людей увольняют и не получается защититься именно через профсоюз можно спросить в этой конструкции есть какая-то такая содержательная проблема или может быть дело просто во внешних обстоятельствах и может быть стоит другие механизмы сейчас людям использовать нежели профсоюз спасибо за вопрос тоже очень интересный действительно такой аспект очень интересное направление что хотелось бы обратить на по данному вопросу что хотелось бы сказать но на сегодняшний день у нас деятельность профсоюзов регулируется федеральным законом еще принято в девяносто шестом году это профсоюзных о профессиональных союзах и правах и гарантиях деятельных права в гарантиях деятельности которых которых носилось изменения да также есть также действует закон который 95 года в общественных объединениях и закон о некоммерческих организаций которая действует 96 года тоже и в общем-то целью создания профсоюзов является безусловно представительство и защита социально-трудовых прав интересов граждан в первую очередь связанных с общими какими-то производственным профессиональными интересами по роду их деятельности и соответственно члены профсоюза должны быть объединены каким-то одним родом деятельности и общем производственными каким-то профессиональными интересами что должно быть отражено безусловно в уставе профсоюзов да и здесь мы говорим о том что профсоюз это как бы опять же повторюсь это все-таки добровольное объединение общественное объединение граждан работающих в одном коллективе и здесь мы здесь получается в чем проблема до кого когда действительно создание тех или иных профсоюзов иногда вот от этого отходят потому что забывают о прямой прямом назначении профсоюза то есть у нас получается две крайности либо в профсоюз устав просто деятельности устав профсоюза вписывают все что не попадя да все что как бы невозможно по закону вписать либо здесь уже мы говорим о том что профсоюз этим не занимал либо как бы профсоюз как бы ушел немножко в другую стезю как что я имею ввиду да когда например профсоюз имеется в организации и он забывает о том что у него это больше защита прав работников да и в первую очередь как-то а он больше ушел в социальную сферу то есть это предоставление путевок подарков каких-то до наторно-фортное лечение то есть вот это больше направлении развивается чем все-таки защита прав граждан работников здесь поэтому здесь и просто бы той но вот мы сейчас занимаемся только каким-то там вот билеты в театр да вот вот вам подарки вот вам на новый год какие-то путевки и все-таки дальше мы как бы даю ничем заниматься не будем другой стороны вот этот второй аспект как бы он единственно в чем действует когда сотрудник является члена профсоюза здесь у него сохранилась довольно мощно сейчас действует когда решать вопрос об увольнении работника то есть когда вопрос идет согласие профсоюза вот здесь они еще могут как-то вот требовать согласию профсоюза при увольнении работников и при определенных как бы даст на по определенным основанием это сокращение штата это ликвидация то здесь про союз иногда как-то вот он иногда к сожалению так уж и бы дает такой-то проверку документов и делает хотя к сожалению действительно вот именно про союзное объединение все-таки сейчас очень сам устранились от защиты трудовых прав работников чтоб в отличие от советского времени когда действительно просто юз была очень мощная трудовая как бы функция именно профсоюз жаловались именно не только именно жаловались по трудовым правам да когда все-таки была займ в зоте и в реалиях было это действительно очень сильная организация как-то более функционировал чем сейчас поэтому здесь наверное все таки больше надо не забывать об этом с какой целью создается профсоюз не только мы можем ходить туда за путевками либо за подарками да здесь конечно много зависит от самых от самих работников быть поактивнее и подключать профсоюз к разрешению своих проблем потому что к сожалению у нас работники опять же я считаю что почему сейчас стало все меньше вот это вот защита прав работников именно через профсоюз к сожалению идет права меньше скажем так очень снизилась права грамотности работников поэтому я не знаю зачем привыкли что профсоюз это путевки да и вот туда не идут здесь надо немножко все-таки больше интересоваться и больше знать о своих правах тогда у нас это будет больше как бы до реализовываться именно профсоюзное направление в сфере защиты не только социальных но и трудовых напрямую даст прав работников что касается да вот в первом случае что я говорила когда значит профсоюз как бы да и он выполняет когда очень к сожалению если злоупотребление при создании этих профсоюзных организаций когда например идет очень много споров в настоящее время сюда в районах судах потому что значит таких требований о ликвидации профсоюзных объединений с чем это связано и выходит к сожалению там до поиском прокуратуры про из поиском каких-то гос важных структур который на это имеет право и с чем это связано что например устав содержит положение об участии в деятельности только членов профсоюзе но и других например работник который ему это не может быть то есть профсоюз не может защищать права лиц которые не являются работниками того линого предприятия уже нарушение либо например включает какую-то функцию которая не предусмотрена законом то есть это уже как бы тоже нарушение является поэтому здесь а под под видом общественной некоммерческой организации профсоюз действует и как бы он живет на взнос и получается незаконное собирание денежных средств да то есть вот этот момент тоже есть к сожалению слоупотребление правом да со стороны профсоюзных организаций поэтому здесь нужно понимать как бы да вот с чем с вещем связана проблема если мы говорим о том что изначально профсоюз был создан незаконно да неправомерно тогда уже это как бы ну действительно проблема той организации которая допустила создание такой незаконной организации с другой стороны здесь нужно конечно предприятием юрлицам больше контролировать чтобы не было не допускать таких возможностей но это опять лежит на работодателя да то есть это опять лежит все-таки на добросовестности юридических лиц которые осуществляют свою деятельность чтобы таких не было злоупотребление потому что это чистой воды да ну если это не дай бог предприятие это допустило это можно даже обвинить вплоть до уголовной ответственности потому что это чистой воды отмывание денежных средств это незаконная деятельность то есть но к сожалению об этом забывают а мы как понимаем о том что как бы не знание закона это ну не освобождает от ответственности поэтому здесь юрлицы должны четко понимать с другой стороны как проконтролировать физическим лицам да вот и конечно больше самим разбираться в своих правах и и возможностях второй момент все-таки чтобы работодатели со стороны своей страны разъяснял работникам больше прав что у нас есть профсоюз вступайте простою что это выгодно не только вот по каким-то социальным мотивам потому что но я не думаю что если например это предприятие связано с каким-то ну например там оказанием услуг но там много работает он пример там электрики там как дворники дачи с предоставлению услуг каких-то то есть люди очень простые которые даже зачем это будем читать законы даму это все равно ничего не принимая больше интересоваться потому что в силу там жизненно опытная самим понимает что профсоюз защитить именно трудовые права в случае если как-то дака что-то будет нарушена конечно здесь путем реализация понимания до ее чтобы он союз был не только на стороне работы дате но и на стороне работника поэтому здесь нужно чтобы добивать и не бояться добиваться своих прав почему-то сейчас у нас он интеллект людей идет о контин váции что если я буду жаловаться на работать что я буду жаловаться и 1 профсоюз если профсоюз стать же работа из сотрудников ты очень потому что предприятия стоит туда пойду слова здесь не надо этого бояться здесь нужно наоборот больше как-то пытаться вопрос не сколько жалоб, сколько урегулировать вопрос нормально, цивилизованно, в правом поле, и это будет намного, конечно, проще, чем просто идти руками махать, а я вот не знал, а потом себе создал проблему. Вы знаете, две ремарки себе позволю. Первая, по поводу не бояться жаловаться. Вот люди как раз-таки боятся жаловаться, на мой взгляд, потому, что сегодня такая вот практика сложилась, что потенциальный работодатель, он звонит предыдущему, бывшему нашему работодателю, и он спрашивает о том, что это за работник. И если же понимает, что работник активничает в защите своих трудовых прав, пишет повсюду жалобы и тем самым приносит определенные неудобства работодателю, то, скорее всего, такого работника на работу не наймут. Это раз. А вот во-вторых, на мой взгляд, проблема недоверия профсоюзам, она заключается в том, что многие главы профсоюзных организаций на местах, они вступают в сговор с директором предприятия того или иного, будь то школа, будь то какая-нибудь хозяйственная организация, коммерческая, неважно. И тем самым они сдерживают коллектив и постепенно из профсоюза либо выходят люди, либо они туда и не вступают, и они понимают, что зачем я буду 1% профсоюзной износа, да, от зарплаты, да, перечислять в профсоюз, если этот профсоюз никак мои права не защищает. И вот здесь эта тенденция, как правильно заметил Александр, она проявилась и в Америке, и во Франции. Там уже давным-давно идут различные процессы, связанные со сговором того или иного председателя профсоюзной организации, причем различных уровней, как локальных, так и уровня штата, там провинции, неважно, и уровня уже страны. Вот мне кажется, вот здесь вот лежит проблема. Ну, наверное, прокомментирую, Константин, да, как бы, я, наверное, действительно соглашусь, что действительно здесь, как бы, ну, опять же, жалобщик, жалобщик урозен, да, вот, по отношению, как бы, к первому комментарию, то, что действительно спрашивали, что за работник, ну, это понятно, да, то есть хочется узнать побольше информации, предполагаемые сотрудники, но вы понимаете, есть работник действительно просто конфликтный, как мы скажем, да, то есть они будут жаловаться, что вот они считают, что, например, там вот tão в кабинет мало света, да, или вот сейчас вот желание просто, что сейчас вот всех выведет на чистую воду, все руководство ворует, все вором и не доплачивают. Понимаете, то есть вот как бы, когда вот такой работник, то действительно здесь я думаю, что с ним связываться не стоит, а когда, вы знаете, если все-таки сотрудник нормальный, да, всегда, когда, например, но действительно идет, но справедливая, да, например, даже когда он суд обращается на неправильное его уволили, действительно нарушение идет, всегда в суде спрашиваются, а как вы пытались решить работодателям да этот вопрос вы как-то пытались ним договориться может быть ее как-то ну каким-то путем либо через ктс либо через по союз либо так вот начали стандо всегда это в суде за такие вопросы задаются поэтому когда если опять же работник годовой да что там всего все крадуты тоже попадают отвечать то здесь конечно уже но очевидно если работник вил конструктивные до разговор и попытки как бы да вот решить конструктивно то ли но уプравлю вопрос тот или иной проблем это не значит что как бы да какой то сразу прям вот прям проблемные но с другой стороны действительно вопрос когда идет и действительно ли вот как бы когда 10 идет один зарплата от зарплаты да вот зачем когда если все равно будет казной как бы да вот все равно там вот понимают очевидность без результативность так как даст решение своих вопросов ну здесь уже просто на усмотрение работника здесь в общем то ну нужно просто понимать как строить свой диалог если он строит правильно туда чтобы как бы какой бы сговор не было если грамотная постановка до переговоров то тогда конечно здесь что хочешь не хочешь а профсоюз одеваться будет некуда если идет грамотный диалог если человек если даже представители профсоюзы видит что противник у него сильный да как бы ты не сговаривался с руководителем но ему нужно как-то все это обоснованно отвечает все-таки как-то более сильно не просто каким-то формальными отписками поэтому здесь наверное все таки нужно выбирать золотую середину поэтому здесь конечно такой момент он имеет место быть здесь стоит добавить что работникам стоит больше думать о возможности объединиться потому что совместно вести диалог гораздо удобнее согласно тем более действительно когда здесь идет если идет массовое какое-то до нарушения но действительно да тогда это уже в общем то даже например охрана труда не просто я считаю что там свет неправильно стать а когда действительно вот реально люди работают не в человеческих условиях либо просто вот не да кстати недавно тоже видно передачи очень интересно когда студентов направляли кстати к вопросу студентов на резку борщевика то есть понимаете то есть студенты получили сильное ожоги то есть понимаете здесь вопрос да то есть как раз нужно вот в принципе почему допустили борщевику второй вопрос их отпустили без забудера без перчаток без специальных вот как бы да вот как бы модирование и плюс еще какой там инструктаж проводить какую когда-то хочет сказать какой вы проводили инструктаж если банально не мне отдали вещи да вот которые они выходят как чтобы одеться безопасить себя то есть вот здесь уже конечно когда это идет массово и как бы это еще хорошо что люди подняли как бы до определенную панику поняли определенная служба чтобы все-таки стать на защиту потому что здесь напрямую идет вред здоровья и конечно здесь вот в таких случаях нужно обязательно действительно не бояться объединяться и коллективно обращаться в те же профсоюзов какие-то иные у структуры тот же также прокуратура тоже инспекции по густруду когда это идет массово то здесь уже никуда не деться и когда действительно работодатель вид что правило это фактура вышла вне то есть это надо будет равно как-то решать и чтобы работодатель не сделал ее эту проблему нужно будет решать поэтому здесь боятся никак нельзя однозначно следующий вопрос если позволите тогда тоже хотелось бы задать вопрос институт групповых рисков он в гпк в целом новый появился в 2019 году и практика она только вот только начинает нарабатываться но несмотря на то что такое средство защиты как уже было упомянуто в предыдущем вопросе дает работникам возможности более эффективной совместной защиты прав все-таки встречается и критика такого механизма поэтому два вопроса опять во первых не приведет ли применение групповых исков к тому что решение будет выноситься судом несбалансировано с интересами работодателя так как работники смогут затягивать осложнять процесс лишними доказательствами за счет количества да то есть там это 20 штук может 20 человек извините и возникает почва для злоупотребления насколько это опасно ваш взгляд а во вторых не будет ли негативного влияния на бизнес за групповых рисков так как из-за коронавируса например в частности да многие обанкротились не станут ли такие иски для процесса перегрузкой но наверное все таки всегда когда идут массовые какие-то споры до количества людей то всегда идет и определенное тяжеление отяжеления до рассмотрения безусловно здесь это есть действительно фактор такой и безусловно поскольку все таки здесь нужно смотреть от нас всегда такой из правил и в судах и в практике от общего к частному да и мы здесь смотрим какие требования поставлены если все таки здесь защиты есть вот например 20 человек предъявил исков из либо это группа войск но все-таки идет нарушение каждого конкретного человека до либо все-таки это общий характер нарушения да ну например охрана труда да когда работа люди работают в опасных условиях то здесь нужно конечно это смотреть и все это решается в индивидуальном случае вопрос когда действительно большое количество людей предъявляет исков здесь нужно пересмотреть глобальность вопроса глобальность проблемы и проблема влияет ли это на бизнес но это опять же все зависит от того рода деятельность который осуществляет или на компания поэтому здесь если мы говорим если они будут и смотря какие последствия если вы допустили людей например да на неработающие статьи станки да вот условно и у вас там например там 10 человек одному кому ногу отрезал кому руку кого там да какие такие телесные повреждения то безусловно здесь компенсация возмещения вреда будет очень серьезная когда такие существенные глобальные повреждения дойдут требования существенное когда идет например там либо не взыскали либо задержка выплате заработной платы то есть это по трудовому законодательству нас идут и помимо самой зарплаты это процент это в любом случае что в первом что втором это компенсация морального вреда ну конечно безусловно и дает финансовые затраты однозначно да то есть это для предприятия поэтому здесь наверное опять же здесь нужно на берегу чтобы предприятие таких вот не допускала моментов все-таки как-то понимать и вести свою деятельность все-таки в соответствии законам до чтобы не было таких вот как бы вещей потому что в любом случае когда идет укрупнение может масштабность что масштабность количество лиц привлеченных делу да то безусловно это как-то влияет на как бы здесь на я думаю что на деятельность то или на организации наверное чисто экономически он пойдет в минус безусловно да если эти нарушения были если этих нарушений нет но тогда это просто ну я не думаю что как бы припрямут если все 20 человек будут прямо до заблуждаться по поводу нарушения своих прав все таки такое количество лиц вышло наверное значит что то есть да какая проблема действительно возникла потому что ну как бы не просто так человек 20 поднялось когда значит вопрос действительно серьезный поэтому для того чтобы это проверить но наверное все таки это тогда действительно вопрос будет разрешен наверное не в пользу скорее всего да не в пользу предприятия ну а там уже конечно по результату в каждом конкретном случае это нужно смотреть разрешать да в чем была проблема и все таки вернулся я считаю что это утяжеление конечно безусловно значит проблема есть действительно в этом нужно более серьезно вникать конечно безусловно там русский потому что когда действительно такое количество людей предъявил наверно действительно это не просто наверное это действительно проблема значит имеет место быть потому что но дел когда один два человек но пять человек да когда все таки уже 20 более тем более предприятие большое повторюсь тогда наверное, это как-то проблема какая-то имеет место быть. Ну, то есть тут за счет вот именно более внимательного отношения к ситуации? Конечно, да, конечно. Здесь надо это, конечно, тогда уже смотрят, что действительно, это более, как уже, значит, действительно, вникнуть посерьезнее, да, не просто как бы вот, да, формально, а именно посерьезнее вникнуть, и тогда уже действительно проблема, она будет, ну, выйдет наружу, и в любом случае, конечно, при внимательном рассмотрении дела и более конкретном, да, как говорится, рассмотрении спора, то, безусловно, это разрешится обязательно. Ну что ж, это было, это действительно могло бы стать, как и, в принципе, профсоюзы, которые уже есть, но вот это могло бы стать чем-то сильным, и при активности людей тоже хорошо повлиять на их трудовые права. Ну, кстати, профсоюз, он же, да, может же выйти, да, в суд с иском, да, по защите, когда массовая какая-то проблема, профсоюз можно взять на себя вот эту проблематику и выйти в суд с иском, по защите с представителем. Конечно, да, то есть это намного облегчило, во-первых, работу для суда, да, а дослужишь не всех 20 человек, да, а какого-то там представительного органа, да, страны работников, поэтому это было бы легче в суде, да, разбираться, ну, понимая о том, что за профсоюзом стоит массовая проблема людей, да, на конкретном предприятии, поэтому я думаю, что, как бы, если бы действительно профсоюз вот на это обратил бы внимание и все-таки больше реализовывал защиту трудовых прав работников, да, то есть тогда бы это была бы действительно очень хорошая реализация закона, и как бы, да, все-таки всплыло бы было, как в советское время, да, профсоюз все-таки больше стоял в защиту трудовых прав работников, и уже бы это все было действительно в большей степени реализация всех защиты трудовых прав, да, в той или иной степени. Да, наверное, это было бы хорошим выходом. Ну, одни в силу отсутствия опыта, а другие, соответственно, потому что работодатели часто злоупотребляют в отношении них. И, собственно, вопрос, какие рекомендации вы, как судья, с опытом могли бы дать и тем, и другим, когда они идут на работу? Ну, я бы еще, наверное, спасибо за вопрос, Александр. Я бы, наверное, еще в эту группу добавила бы, наверное, инвалидов, которые тоже очень незащищены, к сожалению, стороной, которые у нас, хоть и сейчас государством идет действительно активная работа, и обязательность их трудоустройства, и предприятие обязано принимать определенное количество инвалидов. То есть в эту группу я включила бы еще эту категорию. То есть действительно, в силу каких-то определенных возможностей, ограниченных, точнее, возможностей, да, они не могут иногда полноценно реализовать свои права. Ну, здесь немножко скажу так, такой вопрос, значит, что касается студентов, начну так вот, наверное, с последнего. А студенты здесь действительно, здесь бы рекомендации какие. Здесь идет, как вот работодателям, здесь больше работать с вузами, чтобы больше у них, как бы, да, давать запросы уже на студентов, например, второго, третьего курса, для того, чтобы, да, к себе непосредственно, ну, студенты, которые вот подают подойденные критерии, которые мы с вами ранее говорили, да, чтобы впоследствии эти студенты, чтобы в период учебы студенты у них работали, и после окончания вуза дальше у них продолжали работать. Вот таким образом, как у нас, вы знаете, я разговаривал с несколькими работодателями так давно, очень многие хотят, чтобы уже будущие, как бы, да, студенты, скажем так, были заточены под конкретное предприятие, да, под конкретный профиль. Ну, это, например, там, прокуратура, это, например, адвокатура, это нотариальные конторы, да, да, те же суды. Понимаете, то есть здесь воспитываются профессионалы с малолетства, как мы говорим, да, с юных лет, да, когда вот уже, как бы, с молодых, да, с молодых лет, когда вы еще организм молодой, молодой мозг, и впитывается именно система, да, работы в определенных органах. Поэтому всегда здесь хотелось бы, чтобы вузы работали больше с теми предприятиями, которые впоследствии были бы заинтересованы. Да, в тех или иных студентах, а тем более по окончании получения дипломов и по окончании учебы, получения диплома о высшем образовании, чтобы все-таки дальше студенты продолжали работу именно в этом направлении, чтобы уже студент понимал, как работает дали иная система. То есть тогда уже это будет всем выгодно, и у студента будет уже при выпуске, да, уже будет гарантированное место у него будет при выпуске, хороший опыт работы, и он уже будет понимать, за что он будет работать, за перспективу роста, за там стаж определенный, за карьерный рост, за профессиональные достижения, за там досрочные какие-то вот, да, льготы и все. То есть это, естественно, все очень, вот так вот, таким образом, я думаю, что можно разрулить, да, со студентами, когда подаются в страны работы датели заявки на студентов определенных курсов, да, определенных направлений, что мы хотим видеть, да, предполагаемых работников. Что касается инвалидов, инвалиды здесь, мы можем говорить о том, что с ними можно работать тоже, потому что сейчас очень, тоже, как бы, популярно, когда инвалиды получают нормальное высшее образование, да, для них есть доступная среда и нормальные возможности передвигаться, и есть дистанционное обучение, но тоже очень много различных возможностей, как получить как образование, так и работу. И могу сказать, что пандемия в этой степени, она немножко даже помогла, как бы, и как это не странно звучит, она помогла именно больше приориентироваться предприятиям на дистанционной работе, либо улучшить это качество, либо перейти на эту работу, да, когда с лицами, которым сложно передвигаться, да, сказать, все, там, работа дать ли обеспечить возможность работы дистанционно, может быть, даже служебный компьютер как-то предоставить, да, чтобы была работа именно с людьми, которые, там, какие-то есть ограниченная возможность, но вот в режиме, да, онлайн. Поэтому я думаю, что здесь вот эта возможность, она всегда может быть реализована. Что касается пенсионеров, да, здесь третья группа, которая, да, такая группа, группа риска, как мы говорим, да, люди, которые либо предпенсионный возраст, либо пенсионного возраста, да, поэтому здесь такая группа лиц, которая, в общем-то, тоже, она защищается в некоторых предприятиях. Я знаю, что, например, особенно в крупных, где в коллективных договорах, например, прописывают, что нельзя, например, уволить либо по сокращению штата, либо, как бы, ну, по инициативе работодателя не в связи с виновными действиями самого работника, да, лиц, которые проработали, например, на предприятии больше, там, 15 лет, либо которые достигли там возраста, там, ну, например, 50 лет, да, 55, которые, там, значит, за два года до пенсии, то есть есть определенная гарантия для пенсионеров, поэтому здесь либо все-таки не так, ну, в общем-то, для пенсионеров есть также, опять же, помимо того, прописано это в договоре, в коллективном не прописано гарантии, когда человек действительно имеет большой опыт работы, то здесь при прочих равных, когда происходит ликвидация, то есть когда происходит сокращение штата, они все-таки имеют преимущество ставления на работе, да, поскольку опыт работы больше, но, понятно, с другой стороны у нас есть работодатели хотят все-таки ориентироваться больше на молодежь, на активных людей, да, чем на людей, которые просто засиделись на своих местах, но, к сожалению, здесь вот, я говорю, здесь надо решать как-то защищать этих работников тоже, как бы, вот, ну, в той или иной степени, да, смотреть все, конечно, в индивидуальном порядке. Что касается пенсионеров, то здесь, если позволить, тоже есть некоторые статистики, которые я, как бы, да, вот, хотела бы вам показать. Пенсия какая идет, что, ну, жалко, конечно, здесь идет цифра хорошая, я вам показала в динамике, как бы, ну, здесь, конечно, безусловно, идет вопрос в том, что пенсионный возраст в 34-2034 году повысится, будут увеличиваться, да, до 65 лет, и, безусловно, здесь идет, как бы, данная, по прогнозам, по динамике роста численности пенсионеров, он будет увеличиться, но при этом, да, как бы, мы можем говорить о том, что возможность пенсионерам работать, то им, безусловно, предоставляется большая степень, да, как бы, получать возможность, как бы, да, по статистическим данным, статистика работающих пенсионеров с каждым годом увеличивается. И здесь, конечно, это положительный момент, который, поскольку защищена, очень большие гарантии к ним им предоставляется, и помимо, да, законодательных, так и на локальном уровне. Поэтому здесь, конечно, на сегодняшний день защита, как бы, да, пенсионная, да, плюс идут какие-то пенсионные гарантии, пенсионные выплаты, помимо со стороны государства, так и со стороны работодателя. Поэтому здесь, конечно, могу сказать, что, в общем-то, на сегодняшний день поддержка государства всем трем категориям, да, незащищенных, как говорится, да, предполагаемых работодателей, она, к счастью, положительна, да, и тенденция идет на улучшение только. Ну, поэтому здесь, в общем-то, я думаю, что здесь студентам не боятся начинать работать с 2-го, с 3-го курса по профилю, не только зарабатывать деньги, да, инвалидам не боятся идти работать, независимо от своих каких-то ограничений, все-таки пытаться реализовывать свои права пенсионерам просто так же возможность, как бы, да, работать по ним, вот, конечно, работать с учетом, как бы, да, вот возможностей и сил. Но всегда, как бы, да, есть, конечно, в каждом конкретном случае, да, вот, ну, потому что, например, студентов, всегда родители почему-то жалеют, вот, но еще там успеет наработаться, да, что зачем так рано, как любой родитель жалеет своих детей, да, а потом, куда бы его пристроить, а там опыта нет. Но вот это тоже не, как бы, я думаю, что не должно быть. Как-то все-таки не боятся, пока молодой нужно работать, да, больше сил на это, как бы, опыт и приобретется. Инвалиды тоже очень боятся, как бы, да, к сожалению, ну, действительно, иногда вот физические возможности, они ограничены, здесь тоже сейчас смотреть, как у нас они выиграют Олимпиады, вы знаете, то есть это гораздо лучше, чем, простите, здоровые. И поэтому здесь нужно, как бы, тоже, в общем-то, им стараться, действительно, сейчас возможности очень много и пытаться реализовываться, и действительно, и до страны работодателей, и группы расставляются различные возможности, и как коллективным договором, так и локальными актами, какие-то вот компенсации им, это, наверное, намного выгоднее. И пенсионеры тоже, как бы, да, я говорю, у нас все-таки такая, иногда, конечно, пенсионеры говорят, вот, уже сил нет работы, да, уже выработал, к пределу наступил. Ну, здесь уже, конечно, решается в индивидуальном порядке, насколько это возможно, дальше продолжить работу. Вот, поэтому здесь, конечно, это можно будет труднодолжительным аспектом. Вы знаете, хотелось спросить вас о подвижках, каких-то изменениях глобальных в судебной практике по трудовым спорам. Было ли что-то значимое, вот, на ваш взгляд, в последнее время, и было ли это в пользу работников или в пользу работодателей? Это по каким конкретным делам, Константин, да, или как вот, что имеете в виду? Ну, в целом, я думаю, можно сказать и по конкретным делам, и на уровне, допустим, пленумов. Вот, если вы хотели бы поделиться своими, так сказать, мыслями по поводу каких-либо из последних дел, постановлений, мы бы с радостью выслушали. Ну, например, даже опять же, если возвращаясь к, ну, там очень интересно есть, как бы, ну, действительно, судебная практика, она очень обширна же, действительно, дело очень много проходит интересных, и, как бы, да, вот, всего-то, конечно, не расскажешь, но, если, например, в контексте тех же даже пожилых людей, например, взять, то действительно там же практика очень широкая, и, в общем-то, политика нашего государства, опять же, она действительно поскольку мы государство социальное, да, в общем-то, мы здесь говорим, как бы, здесь идет одно из важнейших звеньев этого механизма по социальной защите пенсионеров, и поэтому здесь, в общем-то, здесь законодательство устанавливают большие льготы, И когда все-таки здесь мы говорим, когда идет действительно практика из обобщения практики, пленум все-таки говорит о том, что многие работники, достигшие пенсионного возраста, они имеют право трудиться в равных условиях по сравнению с другими лицами. И плюс им говорят, что судам следует учитывать их опыт и стаж работать, то есть именно в пользу конкретных работников, когда мы говорим, что стаж работы, опыт работы, длительность каких-то трудовых отношений, здесь нужно учитывать именно в пользу работников. Поэтому здесь мы говорим о том, что здесь еще идет защиту, например, тех же женщин, например, с детьми, когда есть конвенции, например, по защите прав материнства и детства, когда в защите лиц с семейными обязанностями, либо по защите тех же пенсионеров, международные какие-то позиции. Поэтому здесь, наверное, можно говорить о том, что когда пленум Верховного суда говорит, что, например, при сокращении численности штата или по сокращении штата, нужно, необходимо учитывать какие-то вот эти критерии, при которых все-таки нужно соблюдать индивидуальные особенности работника. И смотреть, насколько работник мог с учетом характера работы выполнять свою трудовую функцию, либо те или иные распоряжения работодателя. Потому что не давать возможность работодателю злоупотреблять своими правами. Потому что иногда же работодатель действительно во многом злоупотребляет именно этим, начинает накидывать, ну, к сожалению, действительно злоупотреблять даже в каком плане, когда человек начинает достигать предпенсионного возраста, и много таких людей, предприятие намеренно проводит сокращение численности штата, вот как бы, да, ликвидирует такие вот, подчищая ряды, да, скажем так. Либо, например, увольняет неугодных им работников. Тоже такое есть, к сожалению, да, вот. И здесь вот как раз Верховный суд высказывает, чтобы вот этого избежать, чтобы не было намеренного, да, как бы, скажем так, сокращение штата или сокращение единицы, нужно учитывать, насколько было принято правильное решение сокращения штата, да, экономическая обоснованность, да, вот сокращение штата, или, как бы, да, там, да, ликвидация, например, да, экономическую составляющую ликвидации, чтобы не было нарушения прав, подоплеки какое-то нарушение прав работника, да. С другой стороны, есть, например, другая категория дел, которую я тоже неоднократно приводила, она уже идет до внешнего, как бы, да, практика золотых парашютов, наверное, слышали, когда идет намеренное, да, вот заключение таких соглашений, вывод денег, да, то есть работник получает безумные деньги, и, то есть у нас в этом плане сложилась тоже хорошая практика, когда и высказывался пленум неоднократно и высшие суды о том, что все-таки при расторжении трудового договора по соглашению сторон оплачивать не более трех окладов, потому что, чтобы не было, да, при остановке действия, деятельности предприятия, то есть вот такие моменты, конечно, да, есть, когда уже складывается неблагополучная практика злоупотребление правом, как работникам, так и работодателям, то есть у нас конкретизируется в некоторых случаях, или, например, да, как у нас трудовое право говорить, что нас нельзя уволить беременную женщину, то есть здесь у нас начинается злоупотребление у беременных, да, как говорится, что я, мол, беременна, вы меня ни за что не уволите, и она начинает приходить во сколько угодно, то там вытворять все, что угодно, да, там либо прогуливают, либо, не дай бог, что-то там распивать спиртные напитки, ну, женщины разные бывают, да, поэтому здесь вот как бы даром мы говорим что до беременна нельзя уволить и только по инициативе работодателя при отсутствии вины работника если все-таки совершились виновные действия тогда уже независимо от того беременна это или нет тогда уже как бы вступать другие правовые водоплюки да то есть вот эти моменты до всегда проговариваются существуют какие-то некоторые направления что в каждом конкретном случае нужно действовать именно так да и никак иначе поскольку и на иное будет свидетельствовать либо нарушение закона либо злоупотребление правом что не допускается законом поэтому здесь вот такие моменты они имеют место быть поэтому как то вот если ответил константин на ваш вопрос готова что-то еще что ряд компаний в том числе некоторые наши госкорпорации ввели непонятно кстати почему и для чего такой критерий как средний возраст коллектива и мне рассказывали сотрудники одной госкорпорации что для того чтобы оставить на работе лица уже предпенсионного и пенсионного возраста они набирают как раз таки молодых специалистов сразу после выпуска для того чтобы средний возраст был бы как раз и в районе 30-40 лет но есть такое как в контексте как бы да действительно даже как бы намеренно не дают возможность заработать до определенного возраста работникам сокращая да как в должности уже выше же за пределы до среднего возраста людей либо действительно набирают как бы опытную молодежь но вы понимаете как действительно как бы многие компании работают на перспективу поскольку бизнес построен для молодых да как считают и на средний возраст действительно как бы до среднего зачем хорош люди уже имеют опыт да то есть не все фирмы хотят обучать молодежь да то есть это трата времени нам это не надо нам давать сразу опытного члены профессионального человека чтобы уже как бы работать и получать деньги до прибыли хорошие достойно ну наверное есть да действительно потому что это во многих организациях но все-таки опять же это надо смотреть каждом конкретном случае как это реализуется потому что конечно всегда игру любой что в государственных конторах что в коммерческих хочется чтобы был уже человек пришел готовый готовы к работе они договори не тратить время на обучение на да потому что почему мы не хотим дать время на обучение потому что у нас свои работы много нам это успеть а когда мы еще обучаем новых работников да но с другой стороны у нас возобновляется институт наставничество да во многих особенно государственных структурах когда вот то что я говорила мы хотим принимать к себе студентов да даже особенно нас 2 3 курса чтобы к выпуску уже как раз они приближались к профессионалам и потом уже был средний возраст чтобы мы уже работали с высокими профессионалами готовы наставничать когда мы понимаем что это еще молодой но тем не менее уже заточены под нас к выпуску будет человек заточен под нас и потом впоследствии уже не надо будет дать время на переобучение поэтому нам всегда интересней чтобы на человек с нуля начинал на профессиональных как это основах он действительно то есть потому что молодые перспективные средний возраст это очень перспективно его работники особенно если действительно всегда любом предприятии нужно чтобы профессионалы работали и работали с результатами поэтому здесь именно вот в этом направлении наверно имеется ввиду что средний возраст это как раз очень такой вот плодотворный возраст который и профессиональные навыки хорошие результаты Это нужно любому предприятию. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за это замечательное интервью, за эту беседу. Я думаю, что наши зрители откликнутся на наше видео, и в случае дополнительных вопросов, каких-либо комментариев, я думаю, мы сможем провести еще одну замечательную дискуссию, уже, может быть, на более острые и более актуальные вопросы, с тем, чтобы из первых уст, из уст практика, судей в отставке, узнать, как же необходимо действовать в тех или иных слойных вопросах трудового права. Спасибо вам. Спасибо, Константин, вам за приятный вопрос. Александр, спасибо вам, тоже было очень приятно побеседовать. Спасибо за интересные вопросы, и готова, если в случае необходимости, с вами вновь встретиться при интересной беседе. С удовольствием обязательно выйду на связь, если это будет необходимо, с удовольствием обязательно еще что-нибудь расскажу хорошее. Спасибо вам большое. Счастливо.